Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня тема хорошая, интересная. Что происходит в жизни загаданного вами человека? В целом вы можете себя загадывать для чего? Для того, чтобы на свою ситуацию посмотреть со стороны. То есть как это может выглядеть со стороны. И может быть вас это натолкнет на какой-то апгрейд ситуации. То есть если вы посмотрите, как это выглядит, может быть вы захотите изменить какие-то вещи, а может быть наоборот получите подтверждение, что все вы делаете правильно и что вполне вы счастливый человек в рамках того, что происходит. Но в любом случае у нас сегодня действительно тема такая, которая может являться универсальной. Вы можете хоть там бывшего партнера загадывать, хоть допустим мужа, который уехал в командировку, хоть себя, хоть друзей, родственников, с которыми вы давно не виделись. Причем неважно это мужчина или женщина, кто это самое главное, чтобы вы просто хорошо настроились на этого человека. Ну и конечно, если вы хотите на эту или другую тему получить индивидуальный расклад для себя, то в пункте 3 прикрепленного комментария ссылочка на видеоролик, где подробно с уважением к вам рассказывается, как именно вы можете получить индивидуальную консультацию свою на любую тему. Это может быть и диагностика магического негатива, это может быть ситуация, когда мы смотрим профориентацию, то есть понимать, куда вам идти, кем можно работать. Просто любую жизненную ситуацию. Расклад на отношения, ситуации на работе, большая карта УЗИ, вопросы здоровья. То есть все вот эти вопросы можно рассматривать, смотреть их перспективы, получать предостережения и советы. Ну и сегодня у нас великолепные овощи-фигурки, овощи-фрукты. На первую позицию у нас идет великолепный помидор красный. Хорошо сочетается он прямо с розочками. На вторую позицию королева капуста и на третью позицию банан шикарнейший. Вот так все расположилось. Я надеюсь, что эти фигурки помогут вам сделать выбор наиболее интуитивный. Для тех, кто выбрал позицию номер... А давайте номер 2. Я даже знаю, кто ее загадал. И кто любит смотреть на старинного ойта. Так, давайте смотреть. Начиная с капусты. Что вообще происходит в жизни загаданного человека? Если вот общий сигнификатор его благополучия. Ну вы знаете, нет у меня друзей и подруг, я сам себе звездатый друг. Вот такая ситуация, когда человек в целом может наслаждаться собою. Или рядом с ним может находиться еще женщина. Женщина знака земли или огненного знака. Состоявшаяся, состоятельная, спокойная, рассудительная. Либо с женщиной, которая загадала всю эту историю. Может находиться мужчина знака воды или воздушный. Внешне симпатичный. Тот, который может действительно ей нравиться. И ее на какие-то позитивные эмоции сподвигать. Но здесь еще мы должны обратить внимание, что в любом случае, рядом с тем, кого вы загадали, есть человек, который вызывает определенные эмоции. И человек сейчас вот в эти эмоции погружен. Возможно это родственник. То есть поскольку расклад общий, мы не можем сказать, что это любовница или это любовник. Мы можем говорить о том, что человек достаточно близкий. Человек, который вхож в дом. Человек, который какое-то время отсутствовал. А у кого-то решаются достаточно серьезные вопросы. С супругой или матерью. То есть здесь это в общем. Вот такой общий взгляд на то, что происходит. Ну а далее мы будем разбирать уже, как у человека с деньгами, что там у него в личной жизни. И все, что с этим связано. Ой, кто у нас тут вылетел? Ай-яй-яй. Ну вот кто мог так еще выскочить, как не рыцарь мечей? Смотрите, в родственных связях здесь все по-старому. Но есть интересная история. Из-за денег может быть достаточно серьезный и жесткий конфликт с окружающими людьми. Здесь с чем может он быть связан финансово? Ну с тем, что кто-то не отдает или кто-то никак не может получить те деньги, которые по сути своей причитаются этому человеку. Поэтому и куча эмоций. И может быть, кстати, вот эти люди, которые вначале были названы, они тоже связаны определенным образом с ситуацией финансовой. Есть однозначно переживания. То есть здесь человек думает о том, а вот если заплачу, выгорит ли у меня это? А вернут ли мне, если я отдам? А вот если, например, что-то неофициально покупают через интернет, как на ярмарке мастеров или на любых других каких-то сайтах, когда переводишь деньги, а потом тебе что-то присылают после того, как ты это перевел. И здесь история такая. Вот у человека тоже могут быть мысли, а вот если я сейчас вот так заплачу, а мне что-то дадут или нет? То есть ты спереживался и на какашку и зашел. Вот такое здесь ощущение. Вопросы доверия стоят и стоят достаточно активно. Для кого-то здесь еще и вмешивается мужчина. Знака воды или воздуха жесткий, бескомпромиссный, слегка агрессивный и такой вот нервный товарищ. Но я вам могу сказать, что здесь перспективы ситуации, что люди примирятся на эту тему. Но это может быть не прямо. Сейчас это пройдет какой-то промежуток времени. Здесь, если говорить о вопросах здоровья, может беспокоить здоровье детей, домашних животных, тех, кто младше, тех, кто под опекой. У самого человека все может быть достаточно ровно. Тот цикл, когда все спокойно. То есть если эта женщина, у нее женских дней, например, сейчас пока что нет. В этот промежуток времени, как минимум, даже если она фертильного возраста. И здесь, если вы четко понимаете, что все не так, то значит вы загадали не свою позицию. То есть здесь такая история, когда может быть какие-то моменты, когда заболевают детскими болезнями. То есть, например, у кого-то ребенок в соплях пришел, но человек тоже заразился. Но это все такое вяло текущее. То есть какого-то серьезного последствия не имеет. А у некоторых здесь плюс ко всему могут быть образования, новообразования незлокачественного характера, которые обусловлены иммунным ответом организма. То есть здесь вот вопросы о папилломах могут стоять, о каких-то, ну там папилломы, бородавки, вот такого вот рода вещи. Может быть, причем могли выскочить какие-то новенькие. И человек даже думает о том, а не обратиться ли, не съездить ли в больницу, не обратиться ли к врачу по этому поводу. Потому что перед человеком стоит вопрос, что будет какое-то застолье несколько дальше. И вот ему нужно как-то себя в этот момент привести в порядок. Абсолютное состояние какой-то, вот знаете, воды и муди в личной жизни. История такая, когда человек, ну либо, если вы понимаете, что вы себя загадали, у вас с партнером все хорошо, то здесь все равно непонимание истинных причин того, что движет партнером. Куча эмоций. Если это брак, то здесь в любом случае вмешательство третьих лиц, любовные треугольники, вмешательство тещи, свекрови и все, что с этим связано. То есть здесь вот очень много умников вокруг, которые могут лезть без мыла в любое место, которое вы назовете. Большие эмоции. Для кого-то это начало тайной влюбленности, для кого-то это изнуряющий любовный треугольник. Когда все-таки, да, несмотря на мутность этой ситуации, любовь присутствует в рамках того, что происходит. Но каким образом все это будет дальше, это другой вопрос. Потому что здесь человек, скорее всего, которого вы загадали, любит прежде всего себя. И своим благополучием интересуется больше, чем какими-то другими факторами. Ну, в целом, общие перспективы ситуации, смотрите, вот если у кого-то беременность, здесь вот четко, да, идеальная выкладка на беременность идет, если вы женщину загадываете беременную, то для нее вот эта беременность, это все, и она вот в это будет вкладываться именно психологически и мощно достаточно, и физически, и психологически, ну и готовиться будет, соответственно, к родам. Если не беременная женщина, то тогда в этом случае ситуация, когда может кто-то в окружении ожидать ребенка, и этот человек будет что-то покупать или договариваться о чем-то, что касается вот этой семьи или этой женщины, где ожидается ребенок. Руководить всем этим парадом будет мужчина. Мужчина знака земли или огненного знака, фигара здесь, фигара там такой товарищ. Ну, однозначно здесь то ли, знаете как, то ли смотрины, то ли какие-то вещи, когда собираются за столом люди. Я не вижу, чтобы это были только родственники, хотя они могут быть связаны родом или семьей вновь создавшейся в том числе. По поводу вас, что у человека. Ну, смотрите, если вы себя загадывали, то вы очень четко, трезво воспринимаете все, что происходит. Называется глаза умные, просто сказать не могу, что это. И вообще обидненько. Если это другой человек, то ощущение, что он на вас обижен и не хочет дальше вот как-то коммуницировать. По крайней мере, пока что ближайший месяц-полтора. Защищает свою позицию, не хочет, чтобы вы что-то о нем знали. Или о ней у кого-то имя Люся. Здесь проходит достаточно четко. Вам предостережение, совет. Ну, но вся надежда на меня, значит надежды никакой. И здесь такая история, когда вам не стоит принимать какое-то идеальное, казалось бы, для всех условие. И вы должны понимать, что все договоры, договоренности между людьми, которые были в этой ситуации, они, скорее всего, не будут исполнены беспрекословно. Будут какие-то моменты, которые будут давать вам откаты. И откаты я имею в виду, вы вроде бы думали, что вот-вот-вот сейчас все случится. Оно раз откатилось как-то назад и не случается более активно. Рекомендуют проще относиться к жизни, чуть-чуть больше юмора, включить в свой и лексикон, но не злого юмора, такого заигрывательного, скажем так. И несколько менее серьезного отношения к деньгам. Бывает такое, что человек на себя что-то не может потратить. Вот бывают такие люди, которые говорят, у меня, например, есть подруга, которая на себя, на какую-то процедуру красоты потратила определенные деньги. А потом, ты представляешь, ну это же кошмар, как я такие деньги могла? А результат потрясающий, великолепный, замечательный. И приходится еще человека успокаивать и говорить, что ты молодец, ты сделала все правильно, у тебя все хорошо получилось. Вот здесь такой же момент, когда вам нужно понимать, что даже если вы что-то сделали просто, даже приятно ей для себя, которое может быть было даже нерационально, то жалеть об этом не нужно. И вообще, вопросы гедонизма, наслаждения окружающим миром и собой, должны для вас сейчас выйти на первый план. То есть вот такое более легкое отношение и умение наслаждаться тем, что вы видите и что у вас окружает. Некая победа над собой, для того, чтобы в дальнейшем у вас складывалось все наиболее благополучно с окружающим. Получение уверенности сегодня здесь и сейчас, для того, чтобы идти дальше. Вот такая хорошая здесь история с советом для вас. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте наш банан-бананыч. Что нам расскажет? Ощущение, что просится из колода отшельник. Не покидает меня. Ну посмотрим. Может быть это о чем-то другом. Отшельник не отшельник, но девятка, как четко было сказано. Там девятый аркан, здесь девятый. Вопрос денег, вопрос больших денег, вопрос больших неофициальных денег у человека. Эмоции по этому поводу. Эмоции по этому поводу достаточно серьезные и сильные. Причем кто-то перекочевал из прошлого расклада и при этом есть жесткая достаточно ответственность. То есть нет официального заключения, но при этом есть большая внутренняя ответственность при том, что происходит. Некое соглашение по поводу этих денег возможно с перечислениями через интернет в том числе. И какой-то спорный вопрос по поводу этой финансовой суммы. Но здесь реально идет разговор о сумме и достаточно крупной. Причем человек скорее всего уже на сегодняшний день знает о чем идет речь. То есть это не в том, не то, что будет послезавтра, это то, что случилось вчера. Фигурально выражаюсь. Причем скорее финансовый вопрос затянется и затянется достаточно серьезно для человека. Я не могу сказать, что он будет решаться плохо, но он может из неофициальной плоскости перейти в плоскость официальную. И это может быть достаточно четко, достаточно внятно здесь выражено. Вы знаете как? Ситуация может начать меняться в течение двух недель. Кто-то будет хитростью сподвигать к некоему шагу данного человека. Который будет не во благо ему самому. Здесь может стать вопрос кредитования, взять в долг или дать в долг. Или предоставление кредита на какие бы то ни было услуги. То есть даже может быть это не банковские кредиты, а какая-то рассрочка, какая-то покупка, какая-то услуга в рассрочку. И вот здесь человек может об этом задумываться. Потому что планируя сегодня, человек планирует на достаточно длительный период времени. Потому что это сегодня, здесь сейчас финансово не решится. Смотрите, если есть какие-то наследственные заболевания, то они могут сейчас попытаться в ближайший месяц обостриться у человека. Если каких-то заболеваний нет, хронических, то в целом все может быть достаточно спокойно, со здоровьем. Человек может воспринимать какие-то первые признаки увядания или понижения мышечного тонуса. Когда даже если вам, например, 20, но вы понимаете, что ага, в спортзал я не ходила, допустим, последние полгода, начинаю замечать, что что-то вот у меня ручки-ножки стали по-другому выглядеть. Да, вот какие-то такие раздумья у человека могут быть. Если говорить о личной жизни, то здесь общение со всеми и понемногу. Ситуация, когда одни приходят, другие уходят. Текучка кадров в ближайшем окружении у человека. Но и причем человеку переживания, которые касаются личной жизни, может заменять работу. И наш такой вот дружный коллектив, в котором решаются какие-то несуразные, непервостепенные, достаточно смешные задачи, которые, однако, человека на сегодняшний день занимают и отвлекают его, может быть, от каких-то более важных вещей для того, чтобы просто переключиться. А у кого-то это желание получить должность, пока что вилами по воде писанную, но человек понимает, что он на нее имеет право. И есть даже, кстати, шанс повышения, продвижения. Особенно это официально для тех, кто работает с достаточно близкими ему людьми. Вопросы доверия, которые в целом достаточно благоприятны. А для кого-то это еще и перспективы заключения брака. Еще и потому, что, то есть, не просто даже брак, а не только просто брак, но еще если люди в фертильном возрасте, потому что принято решение о рождении детей или там усыновлении, или чем-то, что касается этого вопроса. Вокруг могут быть друзья, немножко бестолковые, но любящие и достаточно открытые. Вот бывает такое, что, знаете, вроде бы человек наивный, такой, вроде бы он открытый, но своей дуростью иногда мешает во взаимоотношениях. Инициативные такие вот товарищи какие-то есть. Вокруг женщина, знака воды или воздуха, капризная, эмоциональная, которая даже давить может вот в этой ситуации. Кстати, у нее могут быть проблемы в личной жизни, а она рядом вот с этим человеком. Куда все это движется? Общие перспективы. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Если вы имеете в виду незамужнюю или неженатого человека, то здесь могут быть такие слишком серьезные планы на несерьезные отношения. То есть есть такая перспектива, что человек будет именно таким образом себя вести. Называется, ой, мы уже три раза пили кофе, наверное, я выйду за него замуж. Вот из этой области. И здесь история, допустим, если люди в браке, то брак будет сохраняться, но в нем есть определенные недоговоренности, идеализация со стороны, когда люди видят и говорят, ой, ну, Вера с Максимом, у них все просто великолепно, все классно. А внутри есть все равно свои подводные камни, на которые эти люди закрывают глаза и двигаются дальше. Вам предостережение и совет. Смотрите, если бы собирались написать какой-то документ, какую-то бумагу, причем, если это анонимка или неподписанная какая-то бумажечка, какая-то документация, то здесь история следующая. Крайне не советуют вам, вы знаете, на разрыв аорты пытаться какие-то рабочие, деловые, бумажные дела заканчивать. Вам сейчас этого делать нельзя просто для того, чтобы выглядеть хорошо. Называется, посмотрите, какой я классный. Вот этого никто не оценит. То есть, если выбирать, где у время потехи час, ваш час потехи должен настать. И здесь вы должны четко выбирать между работой и развлечением, развлечения, но, конечно, в своем месте и в свое время. Чтобы это было гармонично. Да, не просто вы встали посреди рабочего дня и ушли пить пиво с друзьями. Нет, но здесь такая история, когда вы должны понимать, что ага, после работы я имею право отдохнуть. И здесь вот вам рекомендуется даже какое-то собрание сочинений с подружками, с друзьями, когда вы можете посидеть за столом, выпить любимый кофе, спушить какой-то маффин там и все, что с этим связано. Карты говорят о том, что вам, наверное, нужно надавить на вопросы прошлого, на то, что вы уже знаете, в плане того, что касается денег. Но это делать не сейчас. Это делать тогда, когда вы успеете отдохнуть. То есть вот именно в таком порядке, а не в обратной последовательности. Но здесь достаточно свободная такая, достаточно не то, чтобы она легкая позиция, но она, наверное, может называться ровной. Поэтому здесь, если вы понимаете, что прямо какие-то чудеса в решете творятся в жизни человека, то здесь вот, в чем здесь именно и о браке, и о каких-то спокойных достаточно моментах, хотя и тягомотных слегка. Поэтому здесь, если понимаете четко, что не про того человека, которого вы загадываете, то перезагадывайте позицию. Конечно же у нас первое, второе, третье, компот. Вопросы дружбы, семьи, близких людей для человека сейчас как никогда актуальны, либо тот, кого вы загадываете по этой позиции, является для вас достаточно близким человеком. В целом, но здесь вот даже так, вот ситуация для кого-то, это вопросы, в том числе и им, если связаны каким-то образом с военной деятельностью, с медицинской деятельностью, вообще с ношением погонов, хирургия, стоматология, прокуратура, непосредственно военные, полиция, Росгвардия, ну и у вас там, если вы из другой страны, то соответственно тоже там полиция, прокуратура, судебные инстанции, все, что с этим связано. Вот оттуда может пойти какой-то обман. Даже если человек сам относится вот к этой деятельности, к этой сфере, то здесь могут быть даны какие-то сведения, неправильные. Силовые структуры дадут ложную информацию. Врач, если медицина актуальна, особенно область хирургии, стоматологии, этому человеку даст ложную информацию, неправильную информацию о том лечении, о тех услугах, которые он будет предоставлять, например. Вот все здесь про это. Но давление на человека, оно может быть достаточно серьезным. Вот он, отшельник у нас опять же. И здесь, смотрите, ощущение такое, что человеку не у кого спросить, насколько правильно информация, которую он получил. И отсюда могут быть сомнения, состояние обманутости. А иногда человек, когда понимает, что очень уверенно дают, но даже может быть ложную информацию какую-то. Он закрывает на все это глаза и погружается в состояние «Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад». Называется, ну даже если это ложь, ну зато красиво рассказали. В Багдаде все спокойно в плане близкого окружения, то есть если семья, друзья, родственники, кто-то с кем человек даже был в контрах, будем так говорить, уже на него свалил ответственность благополучно, защитил себя, свою позицию в том, что происходит. Ну а кого-то реально здесь прям вот отправляют родину защищать, да, в прямом переносном смысле этого слова. Вопросы со старшими родственниками, родителями могут быть сейчас актуальны и что-то, что касается новостей покупок для дома, для семьи. Финансовая часть у человека, кстати, может начаться вполне благоприятный период финансовый в течение ближайших от 4 недель до 4 месяцев. Если вы сразу смотрите это видео, то где-то в апреле вся эта история начнется, если вы смотрите видео позже, уже через какое-то время, хоть июль, хоть и январь, не важно, то это где-то в течение месяца тире 4. Начнется усиление финансовое, но я вам могу сказать, что это не будут слишком легко давшиеся деньги. Человек за это не раз жиденько пухнет со страху, потому что здесь вот такая история, когда называется да, я это заработаю, но как-то вот на разрыв, не то чтобы на разрыв аорты, больше не о физическом усилии, а о моральном преодолении своего страха может идти здесь речь. По здоровью некая реабилитация отпуска, если он был пройдет успешно, все по плану, то есть вот если врач писал какой-то план, то по этому плану все и будет происходить без каких-то внезапностей. Если к врачам не было необходимости обращаться, то возможно какие-то анализы, которые не из-за того, что со здоровьем проблема, а из-за того, чтобы получить какую-то справку. То есть когда человек пересдает на права, кстати вот здесь и в бытовом аспекте может проигрываться и как то, что человек сдает на права или получает разрешение на оружие, получает для этого справки и идет в какие-то силовые ведомства. То есть в данном случае ГИБ 2Д, ГАИ, оно тоже может относиться к этой истории. В личной жизни главную скрипку играет мужчина. Мужчина старше 40-47, знака земли или огненного знака фигура, здесь фигура там, такой товарищ активный, подвижный, бешеный атом такой, но он играет теневую роль какую-то, как будто бы он суетится, наводит периодически суету и отходит в сторону, наблюдая, что происходит дальше. Имя Женя у кого-то проигрывается четко. Больше мужская энергетика идет от этой позиции. Если вы здесь загадывали женщину, либо она достаточно внятная, такая волевая, четкая, либо рядом с ней есть мужчины, которые могут ей помогать даже в самых непредвиденных ее жизненных ситуациях. Либо она находит коннект с такими людьми, когда ей это нужно, даже если она свободна. Скажу так, перспективы у кого-то прямо уехать в связи с создавшейся ситуацией, защищать и завоевывать или что там делать уже вполне ясные и внятные. Из любой страны для человека есть такие перспективы. Будет какое-то, кому-то прямо приходит повестка, вот очень четко, неважно, с какой стороны этот человек, хоть с одной, хоть с другой, хоть с пятой. Здесь история, когда может прийти реально бумага, в которой будет вот это написано, какое-то сообщение, контракт, предложение работы, оформление медицинских документов и все здесь это может развиваться достаточно четко. Если загадывали женщину, то она по медицинской стезе может идти, может быть история, что рядом с этой женщиной это происходит и у нее настолько сейчас жизни нет, каких-то острых событий, что вот эти события заменяют ее жизнь и все, что в ней происходит. Они для нее приоритетны и актуальны. Предостережение совет. Но здесь смотрите, вам здесь не стоит ставить каких-то ультиматумов, заявлять о чем-то, пытаться давить, пытаться как-то играючи, переоценить эту ситуацию, сказать 10 раз сказать, ну Лиза, ну ты подумай, ну может быть не так, ну может быть вот так вот еще. Нет никакого в этом смысла. Зато здесь идет тот момент, что нужно сохранять действительно близкие отношения. То есть если человек вам свой, если человек вам близок, если вы не хотите его терять, то иногда нужно сделать вид, что вы доверяете, даже если это не так. И в любом конфликте иногда нужно, ну как-то, знаете, даже если вы очень переживаете, взять курс, который будет не столько правильным, сколько выгодным. И здесь еще один формат такой ложится интересный. Умей очень быстро закрыть рот для того, чтобы на тебя не навешали больше ответственности, чем ты должен. Потому что сейчас вот для этого человека, которого вы загадываете, любое слово может обернуться определенной ответственностью. То есть здесь вот хоть в плане отношений, хоть в юридическом формате. То есть старайтесь не говорить того, за что вы не сможете отвечать. Вы должны это очень четко, очень внятно понимать, друзья. Ну я желаю всем удачи и благополучия. Желаю, чтобы информация была полезна. Потому что иногда люди говорят, а мне понравился расклад. Вопрос не в том, чтобы он нравился, вопрос в том, чтобы вы имели потом возможность как-то исправить ту ситуацию, которая в вашей жизни создается. Удачи всем, благополучия. На адекватные комментарии поставлю сердечки, талисманчики. Всем ура-ура и до встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok